Бутылки, коробки, банки, упаковки и прочий мусор собирали школьники в районе поймы реки Сатис. После зимы на территории было много отходов, в том числе и крупногабаритного мусора. Так школьники нашли плод, сооруженный из больших пластиковых бутылей. Ребята около берега нашли большие бутыли, огромные, из которых, видимо, пытались построить плод. Тоже в том числе мы их собрали. Мусора собрали достаточно, много в этом году. Ребята очень старались, проявляли инициативу. И даже сейчас у нас уже закончилось мероприятие, а некоторые дети до сих пор не могут успокоиться, дособирают мусор. Муниципальный этап экологической акции «Очистим берега-2024» прошел в Сарове в рамках Дней защиты от экологической опасности и Международного дня земли. Под руководством педагогов станции юных натуралистов ребята седьмых классов школ города очищали от мусора территорию поймы реки Сатис в районе Висячего моста, облагораживая внешний вид участка и помогая природе. Такие субботники станция юнатов проводит ежегодно. Привлечение внимания горожан к проблеме, которая все-таки есть, проблема загрязненности окружающей среды, и хоть какими-то маленькими силами мы можем помочь нашей природе, приучить детей соблюдать чистоту на отдыхе. Такая акция нужна, чтобы на земле было меньше мусора, и чтобы земля была чище, и чтобы природа сохранялась. Люди не следят за тем, что они делают, то есть кидают мусор где попало, не смотрят даже, то есть мусорка стоит около них, а они кидают где попало. Мне кажется то, что мы сейчас собирали мусор всеми седьмыми классами, чтобы очистить нашу природу от всех отходов, которые люди кидают. В летние месяцы на станции юных натуралистов будет проходить акция по посадке деревьев. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.